Кот да Винчи повсюду. И, похоже, его прочли все. Но почему? Что в нем такого? Почему нас так очаровало чтиво идеальное, чтобы убить время в полете? Для меня это была отличная пляжная книга. Вы понимаете, очень хороший триллер. Полная чепуха, но забавная. Полная чепуха или, наконец, раскрытая нам истина? Что если Иисус и Мария Магдалина действительно были женаты и имели детей? Может ли быть так, что их потомки все еще ходят по земле? Иисус и Мария были не только супругами, она же была его преемницей. Это клеветническое, постыдное, порочище и богохульное заявление. Действительно ли существует со времен тамплиеров секретное общество под названием Преора Атсиона? И хранит ли оно секрет родословной Иисуса Христа? Возможно ли, что, как говорит книга Святой Грааль, это не чаша, а человек? И каким образом во всем этот замешан Леонардо да Винчи? Мы представим доказательства равно тем, кто в это верит, и скептикам, чтобы отделить факты от вымысла. Реальность или фантастика? Код да Винчи. Она была продана тиражом свыше 30 миллионов копий, была переведена на более чем 40 языков и заняла постоянную строчку в списке бестселлеров New York Times. Новые книги на спорные темы из кода до Винчи появляются, как грибы после дождя. Это заговор, любовная история и поиски. Элементы, которые любят многочисленные читатели. Действие романа начинается в Париже, в Ловре, где найден мертвым смотритель музея, и единственные зацепки, объясняющие его убийство, ведут к работам Леонардо да Винчи. Внучка погибшего и гарвардский эксперт по символогии начинают гонки по улицам французской столицы в попытке раскрыть убийство. И в результате оказываются втянуты в современные поиски Грааля по всей Европе. Персонажи Дэна Брауна, его оригинальные герои. Но спорные утверждения, о которых говорится в книге, нет. На самом деле, большинство из них можно найти в бестселлере 1982 года под названием «Святая кровь», «Святой Грааль», «Майкла Бейджанта», «Ричарда Ли» и «Генри Линкольна». Изначально эта книга была объявлена исторической документальной работой, хоть некоторые критики считают ее псевдоисторической. Ли утверждает, что он и его соавторы столкнулись с тем, что мы знаем сейчас, как концептуальную сюжетную линию Кода да Винчи. С историей о секретном обществе под названием «Преорат Сиона», которое было создано для защиты родословной Иисуса Христа в середине 70-х годов. У нас не было предубеждений. Мы понятия не имели, куда это ведет. Мы просто следовали за свидетельствами. Все началось с местной загадки, с которой они столкнулись в этой живописной деревушке на юге Франции, Рене-Ле-Шато. Легенда гласит, что в 1885 году католическая церковь направляет сюда красивого молодого священника по имени Беранжер Саньер, чтобы он возглавил здешний приход. За два года Саньер приступает к восстановлению полуразрушенной церкви, возведенной в честь Марии Магдалены в 1059 году. Во время реконструкции он находит полую колонну прямо под алтарем, в которой находилось несколько свитков. Трейси Твиман, проводившая расследование для собственной книги, подтверждает историю Саньера, так как она представлена в Святой Крови, Святом Граале. После того, как он нашел эти свитки, он стал очень богат. Он тратил много денег на себя, развлекал богатых друзей. Некоторую часть денег он направил на обновление города, в котором жил, и потом потратил большую сумму на ремонт церкви. Клифф Принц, соавтор книги «Откровения темплиеров», еще одного первичного источника Дэна Брауна, также провел серьезные исследования в Ренеле-Шато. Он убежден в том, что нет никакой возможности выяснить, что же предположительно отыскал священник. Я полагаю, что очевидное объяснение таково. Он что-то нашел, и далее напрашивается вопрос. Если он нашел сокровища, то чье оно было? Что ж, проблема с этой частью Франции, с ее историей, в том, что здесь могло быть много разных сокровищ. Это могли быть сокровища темплиеров или кого-либо еще. Эта местность, похожа на протяжении всей истории, была магнитом для людей, теряющих сокровища. Есть еще одна возможность, что бумаги ввели не к сокровищам, потому что нет никаких указаний на то, что Саньер искал сокровища. Возможно, они содержали какую-то тайну, и она стоила денег. Тайна, которую можно было использовать для того, чтобы шантажировать кого-то. Возможно, Ватикан. Возможно, мы никогда не узнаем, что Беренджер Саньер предположительно узнал из этих свитков, так как в 1917 году он умер без гроша в кармане, так и не раскрыв секрета. И все же авторы святой крови святого Грааля предполагают, что хотя Саньер мог и найти сокровище, богатым и сильным его сделала эта тайна. Наша гипотеза такова. У Иисуса были все права на трон. Он был женат, у него были дети. Они бежали вместе с Магдаленой на юг Франции. Через четыре века его потомки вступили в брак с королевской линией франков и основали династию мировингов. Мировинги были франкской династией, которая правила частями современных Франции и Германии с V по VIII век н.э. Бейджетт, Ли и Линкольн наткнутся на них в документах, известных как «Секретное досье» или «Тайные бумаги», которые были найдены в Национальной библиотеке в 1975 году. В них содержались бесчисленные страницы с описанием фамильного дерева мировинга. Одна из страниц выделялась особо. Сверху на ней был символ. Под ним был приорат Сиона и список предполагаемых великих магистров. Если вы соберете воедино данные с этой страницы, то окажется, что это подтверждает, якобы подтверждает существование тайного общества. Тайное общество называлось «Приорат Сиона». Его членами были Исаак Ньютон и Леонардо да Винчи, и, как предполагается, оно охраняло секрет родословной Иисуса на протяжении многих веков. Так кто же в первую очередь привел их к секретным досье? Француз Пьер Плантар, который утверждал, что является потомком мировингов и, возможно, даже сам был великим магистром приората Сиона. Мы спросили его, не является ли он великим магистром, и он ответил, что нет. По крайней мере, он не был им тогда. Позже, в конце 80-х, ходили слухи, что он им стал. Сейчас всем, кто читал «Кот» да Винчи, ясно, сколь многим книга обязана деталям, которые имеются в святой крови, святом Граале. И Дэн Браун умело воздает им должное с помощью слегка завуалированных упоминаний. В романе «Смотрителя Лувра», который был найден убитым, и возле тела которого был нацарапан странный кот, звали Жак Саньер. Ту же фамилию носил и священник из Ренеле-Шато. И этот Саньер был предположительно великим магистром приората Сиона. Его внучка Софинова Плантар. Ту же, что и первооткрыватель секретных досьей, возможно, является потомком мировингов. Покинув Париж, она и взломщик кодов из Гарварда Роберт Лангден ищут в шато Вилет помощи у эксперта по святому Граалю Ли Тибинга, чье имя анаграмма фамилий Ли и Бейджента, авторов «Святой крови святого Грааля». И самое явное, сенсационное открытие кода да Винчи повторяет гипотезу из «Святой крови святого Грааля». Так в чем же суть вопроса? Дэн Браун в коде да Винчи представляет это как факт. Мы же предполагаем, что есть такая возможность. Несмотря на то, что этот исключительно успешный роман официально считается художественным произведением, он вызвал бурю разногласий по всему миру, главным образом из-за страницы фактов, представленной в ней. Там утверждается, что приорат Сиона и список знаменитых его членов действительно существуют, и что все описания произведений искусства, архитектуры, документов и секретных ритуалов абсолютно точны. Проблема в том, что факт и вымысел настолько тесно переплетены, что люди уже не могут сказать, что правда, что нет. И в результате они сейчас кружат по всей Европе по следам кода да Винчи в поисках истины. Они обыскивают вестминстерское аббатство в надежде найти ключи к загадкам, о которых говорится в книге. Они ищут церковь тамплиеров, спрятанную на задворках Лондона, чтобы разыскать пропавшее изображение рыцарей-тамплиеров, следуя тайному сообщению Дэна Брауна. Лондон. Там рыцарь лежит, похороненный папой. Они часто наведываются в Париж, в церковь святого Сюлепиция, чтобы найти переплетенные буквы П и С на витраже, которые предположительно обозначают приорат Сиона и так называемую линию розы, которая, согласно книге, приведет их к святому Гралю. Все эти достопримечательности и узнаваемые ключи действительно существуют. Так возможно ли, что центральные темы кода да Винчи также реальны? Что если Мария Магдалена была замужем за Иисусом и от этого брака пошла родословная? Что если в 1099 году было создано тайное общество под названием Приорат Сиона, чтобы хранить эту тайну? И что если Леонардо да Винчи, предполагаемый великий магистр Приората Сиона, действительно зашифровал историю Иисуса и Марии Магдалены в своих работах? Могла ли она сама быть святым Гралем? 2000 лет ее называли блудницей. Не самое лучшее пятно на чьей бы то ни было репутации. Особенно Марии Магдалены, особенно учитывая, что об этом не говорится ни в Библии, ни где-либо еще. Так кто же начал эту клеветническую кампанию? И какой Мария была на самом деле? Лин Пикнетт, соавтор книги «Откровения тамплиеров», откуда Дэн Браун мог почерпнуть большую часть информации о Марии Магдалене и потерянном священном женском начале. Вполне ясно, что Мария Магдалена не просто подобие скромной леди, которая готовит кофе из первого века нашей эры. Но вы представляете, такая незаметная тень позади мужчин. Судя по всему, это была очень смелая дама, на самом деле, так сказано, в Новом Завете. Она и другие женщины финансово поддерживали мужчин, когда те путешествовали, пополняя свою миссию. В Новом Завете говорится, что Иисус изгнал демонов из Марии, называемой Магдаленой, и с тех пор она следовала за ним как ученица. Но еще в ранние времена католическая церковь перепутала ее с еще двумя женщинами из Евангелий. Это была так называемая путаница с Мариями. И теологи полагают, что именно отсюда и пошла история о ней, как о блуднице. Папа римский Григорий I в 591 году н.э. закрепил за Марией Магдаленой ее дурную репутацию, когда в своей проповеди объединил ее с теми безымянными женщинами. Если вы заглянете в Библию, то сможете найти возможный источник путаницы. Эпизод от Евангелия от Луки, в котором говорится о безымянной грешнице, идет прямо перед первым появлением Марии Магдалены. Но было ли это ошибкой, когда одного человека приняли за другого, от того, что ее не вовремя представили в Священном Писании? Или это было сделано намеренно? Церковь хотела очернить ее имя, потому что знала, какой она была на самом деле. И они были решительно настроены не допустить, чтобы какая бы то ни была женщина смогла подняться в церковной иерархии и стать столь же важной и настолько привлекательной, какой она была в движении Иисуса. Причин, по которым церкви пришлось изменить образ настоящей Марии Магдалены, настоящего исторического персонажа, и своего рода создать новый ее вариант, много. Это связано с общим отношением церкви к женщине, которое появилось, когда церковь стала иерархической организацией. Согласно утверждению принца, у ранних христиан не было ведущей женщины. И со временем людям понадобилось добавить к истории Христа образ богини. Но церковь предпочла Марии Магдалене, Деву Марию. Это просто. Девственницы хорошие, блудницы плохие. Это две стороны сексуальности. Девственность священна, быть ею правильна. Ну и, конечно, проституция и неразборчивость в связях – это зло. Это то, что требует прощения. Идеалом женщины стала девственница. Ну и представьте, кем стала Магдалена. Католическая церковь официально исправила свою ошибку касательно Марии Магдалены как блудницы только в 1969 году. Но что же насчет того, что она была замужем за Иисусом? Похоже, что она и Иисус очень любили друг друга. Исходя из гностических Евангелий, я бы зашла так далеко, чтобы сказать, что на самом деле Мария была очень большой силой за троном. Когда все апостолы бежали после распятия Христа, Мария осталась рискуя собственной безопасностью, чтобы оплакать смерть Иисуса, возможно, своего мужа. Предположение о том, что Иисус был женат – еще одна причина, по которой роман Дэна Брауна вызвал волнение в религиозной среде. Отец Уильям Стэтсон считает это в лучшем случае неточным. Это колевета. В этом нет абсолютно никакого основания. Это теория, которая может найти одобрение в достаточно скептически настроенном мире. Но это противоречит всей традиции христианской церкви. Но некоторые действительно не видят никакой проблемы в том, что Иисус был женат. Его важность исторически заключается в его послании. Каким образом его послание может быть скомпрометировано или ослаблено тем, что он был женат? Или, напротив, каким образом оно может получить большую силу благодаря тому, что он был целомудрен? Есть ли какое-то вещественное доказательство того, что он был женат? Кот да Винчи утверждает, что доказательство их отношений хранится в менее известных гностических евангелиях, которые были найдены в Египте в 1945 году. Эти непризнанные церковью Евангелия представляют нам совсем иного Иисуса, чем Новый Завет, более человечного, менее божественного Иисуса, который мог быть женат. В одном из гностических евангелий есть довольно милый момент, когда мужчины-ученики приходят к Иисусу и жалуются, что показывает, кстати, насколько недалекими они были. Они спрашивают, «Господи, почему ты любишь эту женщину больше, чем нас?» Но, представляете, почему ты всегда целуешь ее в губы? И вы думаете, «Ну вы что, парни, поработайте головой». Если вы посмотрите на оригинал страницы, и если вы знаете древний коптский, то сможете увидеть, что там сказано, что он целовал ее в... и дальше ничего нет, потому что пергамент разорван как раз на этом слове. Если бы он просто целовал ее в щеку, почему бы это так огорчило мужчин? Можете представить, что бы это ни было, оно очень их огорчило. Так что это были губы или, Господи, помилуй, нога или рука, потому что в те дни это расценивалось как раболепие перед женщиной. К сожалению, проблема с гностическими евангелиями в том, что большинство ученых полагает, что это более поздние работы. Церковь считает их апокрифическими. А что же насчет еще одного предположения Кода да Винчи? Что они не только были женаты, но и что Мария Магдалена была беременна от Иисуса в то время, когда его распяли на кресте. Если он был женат, почти обязательно было и потомство. Согласно традиции и некоторым правдоподобным источникам, Магдалена бежала на юг Франции. Если она действительно это сделала, она несла в себе святой Грааль. И именно здесь в игру вступает история о приорате Сиона. Как утверждается, святой Грааль был символом чрева Марии, которое несло в себе семя Христа. Кода да Винчи говорит, что она родила дочь Сару, которая со временем вышла замуж за представителя первой королевской семьи Франции, Мировингов, продолжив тем самым родословную своих знаменитых родителей. Если мы говорим о родословной, которая тянется более двух тысячелетий, то речь идет не о фамильном древе, а о фамильном лесе. Существует, наверное, миллионы людей, которые являются отдаленными родственниками Иисуса и Марии Магдалены. Среди них могу быть и я. Может быть, любой из вас. В Коде да Винчи число предполагаемых свидетельств Союза Иисуса и Марии Магдалены продолжают увеличиваться, если внимательнее вглядываться в знаменитую картину со стены церкви Санта Мария де Ле Грация в Италии. Тайную вечерю Леонардо да Винчи. Но сначала давайте посмотрим на необыкновенного человека, стоящего за ней. Зигмунд Фрейд сказал однажды, Леонардо был как человек, который проснулся во тьме слишком рано, пока другие еще спали. Мартин Кемп, один из самых выдающихся экспертов по Леонардо да Винчи в мире. Люди говорят, что Леонардо — человек, шедший впереди своего времени. Я думаю, что он просто сделал для своего времени больше, чем мог сделать кто-либо еще. Леонардо родился в селении Анкиана, Италия, в пяти километрах от города Винчи. 15 апреля 1452 года. Да Винчи — не фамилия, скорее прозвище, означающее из Винчи. Даже само название «Кот да Винчи» раздражает многих в мире искусства, потому что единственно правильно это называть художника по имени — Леонардо. Он был незаконно рожденным сыном флорентийского нотариуса и местной крестьянки. Вырос он во Флоренции со своим отцом. Предположительно, Леонардо в детстве выказал талант к рисованию или к созданию произведений искусства. И в какой-то момент, может, благодаря отцу, который был известным во Флоренции нотариусом, он познакомился с Андреа Дель Вероккио, ведущим скульптором, одним из ведущих художников, которому часто давала работу семья Медичи. В те времена они правили Флоренцией. Таким образом, он получил вход в, возможно, самую лучшую студию во Флоренции. Легенда гласит, что после того, как Леонардо, помогая Вероккио, нарисовал ангела на знаменитом крещении Христа, его учитель увидел, что никогда не сможет сравниться со своим учениковым и объявил, что никогда больше не будет рисовать. Произведения Леонардо были и остаются исключительными, но его талант здесь не заканчивается. Он также очень любил науку и инженерное искусство и списал почти 13 тысяч страниц, занося в записные книги, записи и рисунки своим зеркальным письмом, где буквы идут в обратном направлении. Эти записные книги восхитительно. Мы принимаем их как должное, но других таких просто нет. Удивительно то, что на одном листе в работе Леонардо может быть затронута анатомия, физика, могут быть заметки о природе, небрежные записи касательно картины, возможно, небольшие наброски головы и так далее. Это был человек противоречий, пацифист, который разработал первый пулемет, вегетарианец, который препарировал животных и людей, чтобы больше узнать об анатомии. Но был ли он любителем розыгрышей, как пишет о нем Дэн Браун в «Коде да Винчи»? Он был иллюзионистом, чародеем и очень веселым человеком, который имел и свои темные стороны. Был ли он членом приората Сиона, тайного общества, которое хранит великий секрет? Возможно ли, что он зашифровал свои работы так, чтобы искусно выдать его остальному миру? Вполне возможно, что Леонардо да Винчи пытался поведать нам один из секретов, который он узнал в качестве великого магистра приората Сиона, то, что Иисус и Марье были женаты. Но он не мог открыто рассказать о нем, поэтому пришлось зашифровать его в картине. Единственная возможность действительно это проверить, изучить картины Леонардо с помощью настоящего специалиста по истории художественных искусств. Никто во время Риноссанса, включая и Леонардо, не вводил шифров в свои работы. Они помещали скрытые сообщения, но все они согласовывались с истинным значением фресок. Природа шифра, конечно же, такова, что то, что вы видите на его поверхности, совершенно не то, что вы видите под ней. На Тайной Вечере происходит главным образом две вещи. Во-первых, история о том, как Христос говорит, что один из вас предаст меня. Но кроме этого, Тайная Вечеря должна изображать таинство причастия, когда Христос говорит, что вино — это моя кровь, хлеб — мое тело. Согласно Дэну Брауну и другим людям, вторая по известности работа Леонардо, нарисованная на стене трапезной в церкви Санта-Мария-де-Ле-Грация, действительно может хранить в себе большой секрет. Я знакома с библейской историей Тайной Вечери, на которой молодой святой Иоанн так близко и нежно приникает к Христу. И на самом деле, изображение на картине абсолютно далеко от истины, потому что персонаж, который предположительно является святым Иоанном, отклоняется явственно подальше от Иисуса. И я думаю, на то должна быть причина. Святой Иоанн всегда юный апостол. Он часто склоняется на грудь к Христу и кажется спящим. На картине Леонардо он этого не делает. Но художник выверил движение всех учеников. Насколько я знаю, я была первым, кто увидел, что рядом с Иисусом на Тайной Вечере Леонардо сидит не молодой апостол Иоанн, а женщина. А также и то, что вместе с Иисусом она образовывает форму большой буквы М, что, возможно, дает намек на то, кто она такая. Предположительно, это Мария Магдалена. Для ненатренированного взгляда этот человек действительно выглядит больше похожим на женщину, чем на мужчину. Действительно, когда вы смотрите на Тайную Вечерю, то замечаете, что человек рядом с Иисусом выглядит женственно. Если вы согласитесь с этим утверждением, то другой кусочек художественного анализа Дэна Брауна начинает иметь больше смысла. Автор пишет, что картина показывает ту ревность и враждебность, которую святой Петр испытывает к Марии Магдалене из-за того, с какой любовью Иисус относится к ней. Если вы взглянете на Тайную Вечерю Леонардо, то увидите, что у святого Петра за спиной кинжал, и он держит руку на ее плече, но внешне это выглядит так, как будто он отрезает ей голову. Это пугающе, если не сказать больше. Более традиционное понимание этой детали говорит о том, что этот жест святого Петра с ножом символизирует его знаменитое противостояние слугам первосвященника при аресте Иисуса. Вот что этот нож делает здесь. Это часть большого числа символических аллюзий. Но действительно ли мужчина по правую руку от Христа женщина? Это не женщина, потому что это андрогинный юноша. Такое типично для изображений Леонардо. Если вы взглянете на другие картины Тайной Вечери, то увидите, что святой Иоанн часто изображается юным с довольно нежным телом. Это традиционное изображение. Шарон Ньюман, специалист по истории Средневековья, автор настоящей истории за кодом да Винчи, согласен с этим. Есть много художников эпохи Возрождения, которые всегда рисовали Иоанна Молодым. И особенно по традициям Ренессанса юноши носили длинные волосы, много драгоценностей, имели очень изящные женственные лица. Следующим впечатляющим фактом Брауна было объяснение, почему на картине нет золотой чаши, которая символизирует святой Грааль. Мария Магдалена и есть святой Грааль. Она сосуд, который несет в себе кровь Христа в виде ребенка. До этого некоторые ученые предполагали, что слово, означающее святой Грааль, которое раньше писалось слитно, Санграал, нужно делить не там, где это делает традиция. Традиционно оно разбивается после Н, Санграал, то есть святой Грааль, а нужно после Г, Санграал, что на средневековом французском означает королевская кровь. Это может означать, что святой Грааль действительно кровь Христа, которая хранилась в чреве Марии Магдалены. Большинство художественных историков не согласны с интерпретацией Тайной Вечери, которая дается в коде да Винчи. На Тайной Вечери не обязательно должен быть святой Грааль, потому что он более поздний домысел. И любому, кто захочет это оспорить, я скажу, прочитайте Библию, а именно это и делал Леонардо, и увидите, какова история на самом деле и что в ней нет святого Грааля. Ну а спорит ли Мартин Кэмп заявление Дэна Брауна на странице фактов о том, что все описания произведений точны? Это часть выдумки книги. Это несколько нехорошо, что это сказано сразу после титульного листа, так что я просто принимаю это как часть художественной структуры книги. Католическая церковь не была в восторге от того, как ее изобразили в книге. Священник из Ватикана Торчизио Бертоне организовал бойкот Кудо да Винчи, называя святотатственным заявление о том, что Иисус не был божественен, был женат на Марии Магдалене и, возможно, имел с ней детей. Сейчас это очень модно, в основном, из-за Куда да Винчи, верить, что Иисус и Мария Магдалена были женаты и имели детей, и что дети со временем основали своего рода полумагическую королевскую династию во Франции. Возможно ли, что на протяжении двух тысячелетий церковь скрывала это знание? Католической церкви как следует достается от автора книги. В романе предполагается, что Папа Римский был подкуплен жесткой католической группой Опус Деи, чтобы тот предоставил ей особый статус в церкви. Далее, Опус Деи предпринимает любые необходимые меры, чтобы приорат Сиона не раскрыл миру то, что Иисус и Мария были женаты и имели ребенка. Если вы забудете, что большая часть книги вымысел, а некоторые читатели так и поступают, можно и начать верить в то, что католическая церковь действительно скрывает настоящего Иисуса и настоящую Марию Магдалену. Думаю, им бы пришлось скрыть информацию о Марии Магдалене, потому что, если бы Христос был женат на ней, это предполагало бы родословную, а это вызвало бы множество притязаний и вражды. В Писании нет ни одного доказательства, которое я мог бы вспомнить, которое указывало бы на их брак. Это клеветническое, постыдное, порочищее и богохульное заявление. Несмотря на отсутствие доказательств, некоторые все еще верят в то, что он скорее был женат. В те времена для еврейского мужчины было странно быть холостым, особенно в возрасте Христа в 33 года. Он был женат практически точно. Так кто же прав? Церковь? Или Кот да Винчи? Христианство историческая религия. И историческим фактом является то, что согласно Божьему плану Иисус не был женат и не нам, простым смертным, оспаривать план Господа. Церковь изобрела особый образ Иисуса, что Он был божественной фигурой, Сыном Бога, в буквальном смысле Его воплощением. И как только они получили такой образ, они как бы вынуждены сорвать с Иисуса Его человечность, Его человеческие качества, и им не нужно, чтобы у Него была подруга или жена, не нужно, чтобы были дети. Понимаете, не было ни разрешения на брак, никто не был приглашен на торжество. Можно предположить, что эта свадьба была бы просто огромным событием, но нет, нет абсолютно никаких доказательств того, что Иисус и Мария были женаты. Какой бы из историй вы не верили, роман, безусловно, противоречит традиционным верованиям христианской церкви, изображает одну из католических групп Опус Дей в очень нелестном свете. Большинство читателей помнят монаха Альбиноса, Сайласа, нумерация Опус Дей с мазохистскими замашками, чье слепое повиновение церкви в итоге ведет к его смерти. Отец Уильям Стэтсон, священник из Опус Дей, считает изображение Сайласа, данное Дэном Брауну, смехотворным. Опус Дей в Коде да Винчи представлено очень плохо, клеветнические порочища. Автор берет институт и создает в него карикатуру, чтобы добавить эффектности своей истории. Он говорит о монахах-альбиносах, а в Опус Дей монахов нет. Это показывает в корне неверное понимание самой природы Опус Дей. И что самое главное, скажу я вам, он абсолютно безнравственный человек. Он абсолютно таков же Опус Дей на самом деле? Опус Дей институт католической церкви, который существует уже 77 лет и который стремится к пробуждению в христианах истинного желания прожить христианскую жизнь, ввести веру в их работу и семью. На печально известной странице фактов Дэн Браун утверждает, что Опус Дей является католической сектой, исповедующей глубокую набожность. Заслужила печальную известность промыванием мозгов, насилием и опасными ритуалами умерщвления плоти. Ну что, из этих слов правда? Я вступила в Опус Дей на втором курсе колледжа. Нумерарий Опус Дей пригласил меня и так я попала туда. После я поближе познакомилась с его членами, побывала на приемах в домах Опус Дей и со временем я все глубже погружалась в него. Отец Стэдсон утверждает, что степень приверженности Опус Дей целиком и полностью личное решение человека. Он основывается на свободе. Люди вальны присоединиться к нам и вальны уйти. Это не так говорит Тами Ди Никола. На нее давили все сильнее и сильнее, чтобы она, 19-летняя девушка, стала нумерарием Опус Дей и дала обед безбрачия. Наконец ей сказали так. Если ты скажешь нет, то всю твою жизнь ты не будешь исполнять волю Господа. Может быть, даже будешь проклята и не получишь Божьего благословения. В итоге Тами действительно стала нумерарием Опус Дей и поначалу гордилась своим полным повиновением Вере. Позже она назовет его слепым повиновением. Обычно вся полученная зарплата передается им. Все, что вы читаете, смотрите по телевизору, слушаете по радио, все проходит цензуру. Именно за эту исключительную преданность ухватился Дэн Браун и запечатлел ее в образе Сайлоса. То, как страшно использован власяницу, пояс с шипами, обвязываемый вокруг ноги и плетеный кнут, которым он обычно пользовался раз в неделю, чтобы помнить о муках Иисуса на кресте, одни из самых памятных моментов романа. Нумерарий Опус Дей носят это на бедре по два часа каждый день, кроме воскресений и церковных праздников. Они объясняют это тем, что эпитимия и умерщвление плоти необходима для того, чтобы приблизиться к Богу. Умерщвление плоти практиковалось в католической церкви много веков. Выходит, что умерщвление плоти действительно имеет место. Но это не меняет главного упрека Опус Дей к роману. Его появление на странице фактов заставляет читателей прийти к выводу, что все, что делает в книге достойное сожаление персонаж Сайлоса, включая и перебор с власяницей, кнутом, могло происходить с попустительством настоящего Опуса Дей. Я не верю, что какой-либо духовник, который курирует все аспекты духовной жизни и человеком мог бы позволить так чрезмерно использовать эти способы умерщвления плоти. Деникола все-таки оставила Опус Дей после того, как ее родители и консультант по выходу вмешались в ситуацию во время учебных каникул. Она и по сей день остается преданной католичкой, но понимает, что ей живется гораздо лучшее бесчленство в Опус Дей. Мне кажется, что в самой сути Опус Дей что-то кардинально неверно. То, что они практикуют, больше похоже на какой-то культ. Касательно групп с такими строгими взглядами, как у Опус Дей, всегда будут существовать противоречивые мнения. Но что же насчет его изображения в Коде Да Винчи? По-моему, в Коде Да Винчи из Опус Дей сделали слишком большую сенсацию, но слепое повиновение, которое в нем существует, описано верно. даже не касаясь Опус Дея, вполне очевидно, что Код Да Винчи попирает традиции христианства, что очень огорчает тех многих, для кого эта вера так важна. Обвинение в том, что католическая церковь долгое время скрывала факт того, что Иисус был женат на Марии Магдалене и что у них была дочь, это оскорбление главных основ христианской церкви. Я не думаю, что церковь могла бы скрывать что-то 2000 лет. Сомневаюсь, что ей бы это удалось. Довольно сложно отыскать однозначное доказательство, когда речь идет о чем-то, что происходило 2000 лет назад. Самым весомым аргументом против гипотезы о том, что Иисус был женат на Марии Магдалене и что у них был ребенок, это то, что данный факт не был упомянут нигде в Библии или в каком-либо другом историческом тексте. С самого начала в христианской традиции не было указаний на то, что Иисус был женат. Изначально и католическая церковь, церковь Запада и православная церковь, церковь Востока придерживались именно такого мнения. Я думаю, что возможно все, что угодно. Иисус мог быть женат, у него мог быть ребенок и вне брака. Его родословная, конечно же, могла дойти до наших дней, просто нет абсолютно никаких свидетельств этого, никаких доказательств. Намеков. Ничего. Выходит, что центральная концепция кода да Винч о том, что Иисус и Мария Магдалена были женаты и имели детей, возможно, но очень маловероятно. Единственное, настоящее свидетельство этого революционного секрета, которое предлагается в книге, это группа людей, которая хранит его и то, на что они готовы пойти, чтобы не дать ему раскрыться. Но что же о тайной организации приорате Сиона и этих таинственных документах в секретных досье? По-прежнему ли они скрывают и охраняют доказательства, которые могут выявить то, что родословные Иисуса существуют на Земле и по сей день? В итоге, след так называемых фактов из кода да Винчи ведет нас назад к главному источнику Дэна Брауна, святой крови, святому Граалю. А эта история начинается в Ренеле Шато с легенды о Беранжере Саньере, молодом деревенском священнике, который вдруг получил много денег. Помните те пергаментные рукописи, которые он вроде бы нашел под алтарем? Выдали ли они огромный секрет, который стоил кому-то больших денег? Возможно, Ватикану. Что ж, выяснилось, что слухи о скрытом сокровище и щедрых отступных могут оказаться фальшивыми. На первый взгляд он действительно вдруг получил море денег, но записи выявляют кое-что более приземленное, чем священный шантаж. На самом деле Саньер торговал мессами. Брал деньги за то, что он якобы молился за людей. И в его случае он наобещал гораздо больше месс, чем мог бы отслужить за всю свою жизнь. Он брал по франку за мессу, что кажется не так уж и много, пока вы не представите, что люди платили ему по 250-300 франков за 300 месс, которых он, конечно же, никогда не служил. Многие полагают, что он обогатился именно так, а не потому, что нашел секретные документы или спрятанные сокровища. Но Ричард Ли по-прежнему полагает, что за этим скрыто что-то еще. Не важно, какие грабительские цены вы назначаете, не важно, сколько вы берете за мессу, вы не сможете заработать такие деньги просто торгуя литургиями. Мы знаем, что после смерти имущество Саньера купил повар по имени Ноэль Корбу. Французский журналист Жан-Люк Шамель был первым, кто предположил, что сокровища Рене Ле Шато были на самом деле лишь коммерческой уловкой. Корбу открыл на этом месте отель и назвал его Л'Отель Де Ла Тур. Именно он дал толчок этой истории. Он превратил странную жизнь Беранжера Саньера в историю о человеке, который нашел фантастические сокровища. Я полагаю, что Ноэль Корбу так поддерживал легенду о Рене Ле Шато, потому что у него был отель в очень недоступном месте, ему нужны были деньги туристов. Каков же источник Жан-Люка Шамеля? Выяснилось, что это никто иной, как таинственный француз Пьер Плантар, так называемый первооткрыватель секретных досьей, главный источник информации для авторов Святой Крови Святого Грааля. Плантар признался Шамелю, что в 50-е годы посетил Рене Ле Шато, услышал историю о сокровищах Саньера и решил вписать себя в нее. Плантар очень быстро выказал себя как человека амбициозного. Можно заметить, что у него развиваются мания величия, истерическое фантазирование, и появляется какая-то извращенная сторона его характера. Плантар объявил, что нашел секретные документы Приората Сиона во французской национальной библиотеке в 1975 году. Но более внимательное изучение выявило, что он не столько нашел их, сколько создал с пустого листа. В смысле, если бы у меня были тайные документы, я бы не отдала их в библиотеку Конгресса и не объявила бы. Эй, люди, это тайные документы. Некоторые страницы секретных досье иллюстрируют потрясающую дерзость Плантара. Он включил в них многие листы фамильного дерева мировингов, которое внес нового члена, себя, намекая на то, что он законный наследник трона Франции. мы поняли, что он скопировал все генеалогии и, очевидно, добавил свое имя там и сям. Пьер Плантар не является потомком мировингов. Это даже не обсуждается. Но самым ловким ходом Плантара и ключевым фактом в Коде да Винчи был список великих магистров Приората Сиона, в которые он включил Леонардо. Список великих магистров в секретных досье очень искусная и впечатляющая работа. Но стоит как следует подвергнуть ее к какому следует анализу становится ясно это чистый вымысел. Плантар взял эти документы заглавил их секретными досье и поместил в национальную библиотеку в 60-е годы с тем, чтобы так подходяще отыскать их в 1975-м. В 1979-м Плантар встретился с авторами святой крови святого Грааля в надежде протолкнуть свою версию Приората Сиона еще дальше. Вот здесь-то страница фактов из начала кода да Винчи оказывается совершенно несостоятельной. В ней говорится, что Приорат Сиона действительно существующая организация основанная в 1099-м году и что рукописи названные тайные досье впервые были найдены в национальной библиотеке в 1975-м году в то время как на самом деле Плантар просто снова достал их на свет Божий. Нет абсолютно никаких доказательств того, что Приорат Сион или какое-либо другое тайное общество было создано, чтобы защитить секрет о родословной Иисусе Христа. Также нет никаких доказательств, подтверждающих центральное заявление святой крови святого Грааля. Если Пьер Пьер Плантар предположительно был мировингом, то это бы означало, что он был также и далеким родственником Иисуса Христа и Марией Магдалены, а даже Плантар не зашел так далеко. Он сказал, англичане думают, что я потомок Иисуса, но, естественно, это фарс. Но протестовал он не слишком категорично. Если бы были доказательства, не было бы книг, были бы пресс-конференции. Все, что у нас есть, это свидетельство, а свидетельство это не доказательство. Свидетельство можно интерпретировать по-разному. Так что вот к чему мы пришли. Приорат Сиона был создан не в 11 веке, но скорее в 20-м, а значит его целью не была охрана родословной Иисуса. Приорат Сиона ложная организация, это пустышка, фальсификация. Объединение Приората Сиона обычный союз, как их много во Франции, но оно не имеет ничего общего с тамплиерами, ничего общего с тайной историей Франции, а также ничего общего с возможным секретом династии Меровингов. И Леонардо никогда не был его членом. Думаю, нет ни единого шанса на то, что Леонардо был членом Приората Сиона. Но все же могут ли быть еще какие-то секреты в его работах? Нет повода для того, чтобы говорить, что существуют какие-то тайные сообщения, которые ждут, чтобы пришел Дэн Браун и раскрыл их. Правдив роман или нет, нельзя отрицать того, что теории в Коде да Винчи делают его исключительно интересным. Но когда доходят до свидетельств, его заявления о фактах оказываются не более чем карточным домиком. это может понравиться настроенному скептическим миру, и это может быть интересный детектив, но в нем нет ничего и близко стоящего к реальности или учености. Многие люди, которые прочли Код да Винчи, не обязательно принимают все это на веру, но он разжигает их любопытство. Так что я думаю, для церкви это хорошо и хорошо для общества. Люди должны помнить, что это художественное произведение, в нем есть некоторые факты, но на мой взгляд не так много, как утверждает автор. Для меня это была отличная пляжная книга, вы понимаете, очень хороший триллер, полная чепуха, но забавная. Субтитры создавал DimaTorzok